Уже совсем редко он стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне. Мы стали редко писать друг другу письма. Но тем не менее, Почта России не только продолжает работать, но и стремительно развивается. Каждое второе воскресенье июля Федеральная почтовая связь отмечает день рождения. Тему продолжит наш корреспондент. Назвать точную дату появления почты уже невозможно. С того момента прошел не один десяток веков. И развитие самой почтовой связи не стоит на месте. Сейчас век цифровых технологий Почта России идет в ногу со временем. Прошла модернизация отделений, появились новые услуги и возможности для клиентов. Мы работаем сейчас очень углублено в направлении цифровой инструктуры, потому что у нас много дополнительных опций, которые сейчас более доходно и более доступно стали нашим гражданам. Например, это как электронная цифровая подпись, которая может себя проводить и получать отправление без предъявления дополнительных документов. В городском округе работает 27 отделений связи и сортировочный центр. Отсюда корреспонденция отправляется в сортировочные цеха федерального значения. Затем разлетается по стране и миру до адресата. Несмотря на то, что письма в наши дни редкость, почтальоны на своем посту с раннего утра. Вспоминаю детство, когда первый раз начинал в первом классе писать письма своим родственникам, когда они уходили, потом ждешь, это ожидание порой неделю, две составляет. И когда приходит письмо, когда долетает обратно информация, конечно, это счастье. И вот этот вот этап, и вот этот момент получения конверта заветного, он, конечно, очень приятен. К 400-летнему юбилею Люберец Почта России выпустила серию проездных билетов «Тройка». В День города будет торжественно погашена марка с люберецкой символикой, которая выпущена в единственном экземпляре.